Сегодня наш гость, человек, который выиграл несколько избирательных кампаний, потом проиграл несколько избирателей кампаний. А главное, он потрогал глазами имущество президента. Правда, президента России. Встречайте лидер российской оппозиции Борис Немцов. Здравствуйте, Борис. Как вы? Как долетели? Отлично. Присаживайтесь. Борис Немцов, автор разоблачительного доклада. Он у меня здесь есть. Не знаю. Если вам солидный труд, если так плохо видно, вот так лучше. Ну, вообще-то похоже на то, что это такая телефонная книжка или запись счетов, потому что мы надеялись увидеть серьезный доклад. Давайте посмотрим краткое содержание. Вот вы посмотрели краткое содержание разоблачительного доклада Бориса Немцова «Жизнь раба на галерах», «Дворцы», «Яхты», «Автомобили», «Самолеты» и другие аксессуары. Борис Ефимович, вы завидуете президенту Путину? Не, я сочувствую. Почему? Потому что он за все цепляется, стоит ему только от этого всего оторваться, тут же сядет. Как можно завидовать человеку, которого пасают. Вы видели уголовное дело и суд над Юлией Тимошенко? Там десятки томов, а у вас небольшая книжечка. Павел, это, скажем так, не единственный мой доклад, и вы, наверное, в курсе. До этого еще был доклад «Путин коррупция» назывался, о том, как они со своими подельниками из кооператива «Озеро» собственно украли 60 миллиардов долларов из «Газпрома». Вы следите за творчеством российского президента. Я не могу сказать, что я библиограф, но все, что касается массы... Нет, вы не библиограф, вы здесь в качестве бухгалтера, скорее, выступаете. Да какой бухгалтер? Переписывайте. Три самолета Ту-214, самолет Ту-214 ПУ. Кстати, я вам могу сказать, книга немного устарела. Почему? А Путин, прочитав доклад, решил, что ему 43 самолета мало, и решил еще 4 себе прикупить. 47 теперь? Да, 4 прикупить. Уже на это хочет истратить дополнительных 600 миллионов долларов. При этом должен вам сказать, что он покупает 2 аэробуса 319 и 2 Ил-96. То есть у него будет 47. Этот человек беззастенчиво грабит нашу страну. И всем патриотам страны, естественно, от этого не по себе. Надо просто противно на это все смотреть. Настоящим-то патриотам не противно. Они гордятся своим российским богатым президентом. Нет, гордятся Путином только русофобы. Или русофилы. Нет, русофобы. Я не ошибся. Объясните парадоксальную свою мысль. А что парадоксальную мысль? Если человек грабит Россию, если главный смысл его нахожения у власти – это личное обогащение его друзей, если российская экономика целиком полностью базируется на экспорте нефти и газа, если правоохранительная система превратилась просто в полицейские дубинки и в посадки политзаключенных. Тот, кто поддерживает этот человек, является русофобом, врагом России. А вы почему такой дерзкий? Вам не страшно? Вы не боитесь, что вся эта машина государственная пройдется по вам, как вот по борцу с коррупцией в России Навальному, или по лидеру Левого фронта Удальцову? Ну, сколько раз вы, кстати, уже были арестованы? Ну, я, там, около десяти. Но это можно не считать, потому что цифра все время меняется, поэтому... Ну так, слава богу, ненадолго, да, вы закрывали на три дня, на 15 суток. Ненадолго, ненадолго, ненадолго. Ну, дело вот в чем. Вы нарываетесь, что ли? Дело в том, что по поводу меня сейчас одно дело все-таки расследуется. Это дело об организации массовых беспорядков 6 мая, которых, естественно, не было, и все это знают. Но, тем не менее, оно сфабриковано, и над ним работали там десятки следователей. Вот, что касается боимся-не боимся, ну, Путина бояться в России не жить. Вернемся к вашему докладу. Последняя глава. Часы. Много часов. Дорогие часы. Сколько стоят ваши часы? Значит, у меня эти замечательные спортивные серфовые часы, которые я ношу уже 12 лет подряд. Так. Стоят они 5 тысяч евро. 5 тысяч евро. 5 тысяч евро. Хорошие часы. А я вам, кстати, хочу сказать, это для девушек в основном, не для вас, вам это неинтересно. Если, в принципе, обычно стоимость часов на руках у человека сравнима с его месячным доходом. Ну, если не считать, например, Ходорковского, который носил часы за 100 долларов, или Барак Обаму, который носил за 42 доллара. Ну, это понятно. Это люди отдельно решили показать свою скромность. Это мы не берем. Мы берем просто среднего человека. Вот у среднего человека часы сравнимы с его месячным доходом. Вот вы жадный человек или нет, Борис Ильич? Я очень нежадный человек. Я вам могу сказать, человек, который в России занимается оппозиционной деятельностью, обречен на то, чтобы терять деньги. Вот я вам могу сказать, во-первых, заработать деньги невозможно, вы сами знаете, а потерять очень легко можно. В знак нашей дружбы предлагаю поменяться часами. Не буду. Почему? Потому что... У нас хорошие часы. Нет, я вам объясню, потому что у вас часы не серфовые, не кайтовые. Откуда вы знаете? Да потому что я знаю ваш образ жизни, я знаю. А может, у меня какие-то гламурные часы? А мне не нужны гламурные. Я не гламурный совсем. Технические, очень серьезные. Нет, я вам эти часы не отдам. Не буду я вам давать часы, поскольку они абсолютно вам не нужны. Почему это нам нужны? Потому что вы серфингом не занимаетесь. Ночью. Кайтом не занимаетесь, дайвингом не занимаетесь. Вы ничем... А это спортивные лучшие часы, которые меня спасали, в том числе и ветер, и шторм. Вы что хотите, чтобы я в следующий раз не пришел к вам в студию, что ли? Я хочу, чтобы меня тоже что-то спасало ветер и шторм. Нет, давайте сначала договоримся. Я готов вам эти часы подарить. Даже меняться не надо. Я вам просто подарю. Только сначала я посмотрю, как вы научитесь на винсерфинге. И как только вы начнете глиссировать на винсерфинге или ходить на кайте, я вам подарю часы. Хорошо, хорошо. Просто подарю. Хорошо. Есть к чему стремиться, раз вы такой неуступчивый и жадный человек. Это не жадный. Я вам просто подарю. Я хочу, чтобы вы были спортивными. Понимаете, тоже спортивные, между прочим. Видите, какие их можно и на руке, если вы под водой. И на груди вот можно, понимаете. Что это такое? Серьезный механизм, понимаете. И секундная стрелка. И светятся, между прочим, вот в ночи. Посмотрите, я вам покажу. Посмотрите, светятся фосфорные, хорошие часы. Есть подставочка, ручная работа. И куда мне с ними? Вот, видите. А там написано сколько? Честно. Вот здесь там написано честно, чтобы вы были честным политиком. О, Господи. Написано, правда, на украинском языке, но вы понимаете украинский? Я понимаю, честно, честно, я понимаю. Честно, это не чеснок, это честно. Да, это честно. Вот чтобы вы были честным политиком, мы дарим вам эти часы. Я, конечно, буду... То есть вы сомневались, да, в моей честности? Мы сомневались в вашей жадности, но теперь не сомневаемся. Спасибо большое. У нас в эфире был лидер российской оппозиции Борис Немцов. Который уносит из нашей студии наши прекрасные часы. С супер механизмом. Господи, сколько же осталось ему минут жить-то? Даже не понимаю. Удачи вам в борьбе за свободу российского народа. Спасибо. Мы с вами... Он вообще издевает. Вот уехал в Киев, а теперь издевается. Всего вам доброго. Здесь можно шутить.